давайте начнем сегодня мы переходим к следующей главе кривые в трехмерном пространстве и первая тема которую мы будем обсуждать сегодня и завтра в том числе это векторно-значенные функции ну что вообще такое векторно-значенные функции какие раньше мы рассматривали функции у нас до этого были функции только числовые то есть когда каждому числу из какого-то множества x ставилось соответствие какое-то другое число ну а теперь мы будем рассматривать функции значение которых это вектор то есть это такие функции которые каждому числу ставят соответствие вектор соответственно р равный райгении тогда говорят но на множество Т задано вектор функции или векторная функция или векторно-значная функция. Ну, соответственно, этот объект можно называть по-разному векторно-значная функция или, там более сокращенно, векторная функция или просто вектор функция. То есть, соответственно, каждому Т ставится в соответствии вектор. Ну, фактически, что значит, что задан вектор функция? Что вообще такое вектор? Вектор. Понятно, что мы имеем в виду здесь по умолчанию, можно добавить определение, что вектор трехмерного пространства. Можно это и не добавлять, потому что по умолчанию мы работаем с такими векторами. И, соответственно, в курсе аналитической геометрии вы тоже работали именно в трехмерном пространстве. На данный момент рассматривали только трехмерные вектора. Ну, вот с такими мы будем работать и здесь. Ну, соответственно, что такое вектор? Вектор, он имеет три компонента. И, соответственно, каждому Т поставим соответствие вектор, значит, каждому Т поставим соответствие x, y и z. И фактически мы понимаем, что задание вектор функции эквивалентно заданию трех числовых функций. То есть, понятно, что, чтобы задать вектор, нужно, соответственно, задать x, y и z. Ну, и поэтому фактически вектор функции, она представляет собой трех числовых функций. Чтобы задать вектор функции, нужно задать трех числовых. И для этого объекта мы сегодня и в начале следующей лекции будем определять те понятия, которые были для числовых функций. Предел, потом непрерывность вектор функции, производную вектор функции, дифференциал, производность старших порядков, формулу Тейлора. Дальше будет аналог теоремы Лагранжи. Соответственно, вот для такого объекта мы сегодня будем определять то, что определялось ранее для числовых функций. Давайте начнем с определения предела вектор функции. Что такое предел вектор функции? Пусть вектор функции R определена в некоторой проколотой дельты 0 окрестности точки Т0. Ну, понятно, что Т0 у нас число. Только такой случай мы и будем рассматривать. Тогда вектор R0 называет пределом вектор функции R. При Т0, если у нас предел при Т3, мячемся к Т0, модуль R от T минус R от T, соответственно, R0 равен 0. Ну, вот такую величину, ну, вот такую величину, соответственно, называют модулем или длиной вектора. Ну, и при этом, соответственно, пишут таким образом. Пишут, что предел при Т3, стремящемся к Т0, R от T равен R0. Ну, то есть, что значит, что у нас, ну, фактически, что у нас такое вектор функции? Ну, в каждой точке она стоит, соответственно, вектор, правильно? Ну, вот можно, кстати, в следующий раз мы об этом будем говорить, что вот если мы вектора будем откладывать от одной точки, то фактически мы вот получим какую-то там кривую. Ну, что это такое, это в следующий раз будет говориться. Ну, и, соответственно, что значит, что у нас предел там векторов равен R0? Ну, значит, что при Т, стремящемся к Т0, вот длина такого вектора, R от T минус R0, она стремится к нулю. То есть, если мы вектора будем от одной точки откладывать, то у нас, соответственно, R от T будет стремиться к 1. Так, ну, давайте теперь поймем, чему это эквивалентно. Можно, конечно, это определение там в терминах ε и δ расписать. В принципе, ну, давайте распишу. Для любого ε больше нуля, существует δ больше нуля. такое, что для любого t из проколок и δ окрестностей точки Т0, R от T минус R0 у нас меньше, чем ε. Ну, вот теперь следующий вопрос. А как это вообще связано с пределами координатных пунктов? То есть, понятно, что вот у нас R от T это, допустим, x от T, y от T и z от T, а R0, пусть у нас это вектор x0, y0, z0. Ну, и тогда, соответственно, такой вопрос. А почему эквивалентно то, что R от T стремится к R0? Ну, вполне естественно, даже вот из геометрических соображений, что вот если R от T у нас близко к вектору R0, то, видимо, у нас x от T близко к x0, y от T близко к y0, z от T близко к z0. Ну, сейчас мы как раз это и установим, то у нас эквивалентно то, что R от T стремится к R0, к тому, что соответствующие координатные функции имеют соответствующие пределы. Ну, давайте поймем, как вообще здесь подступиться. Ну, вот, у нас есть такая вот конструкция, R от T минус R0. Чему равен модуль R от T минус R0? Ну, он, соответственно, равен корень из суммы квадрата x от T в квадрате минус x0, и x от T минус x0 в квадрате, y от T минус y0 в квадрате, и прибавить z от T минус z0 в квадрате. Ну, и давайте, используя это, докажем, что у нас следующее условие эквивалентно. То у нас предел при T, стремящемся к R0, R от T равен R0, тогда и только тогда, когда предел при T, стремящемся к T0, x от T равен x0, предел при T, стремящемся к T0, y от T равен y0, и предел при T, стремящемся к T0, z от T равен z0. Давайте докажем в две стороны. Ну, вот, в эту сторону, в общем-то, очевидно. То есть, справа налево. Ну, почему справа налево очевидно? Ну, потому что у нас есть формула. Давайте я еще раз ее перепишу. И пусть у нас, соответственно, x от T стремится к x0, y от T стремится к y0, z от T стремится к z0. Но тогда x от T минус x0 стремится к 0. Ну, соответственно, x от T минус x0 в квадрате тоже стремится к 0. Ну, если то, что под квадратом стремится к 0, то и квадратом стремится к 0. Ну, соответственно, вот это у нас стремится к 0, это стремится к 0, это стремится к 0. Ну, и значит, что все, что под корнем, стремится к 0. Ну, и, конечно, больше ли равно 0, нужно еще отметить. Ну, а дальше, Корень является же непрерывной функцией. Ну, в данном случае корень непрерывный в точке 0С прав. Ну и, соответственно, отсюда следует, что вот если у нас и коренное выражение стремится к 0, то и корень стремится к 0. Ну и все. Все доказано. Мы доказали фактически сейчас то, что вот это стремится к 0. Так? Но если у нас R от T, модуль R от T минус R от 0 стремится к 0, то понятно, что отсюда следует, что предел R от T равен R от 0 по определению. Ну и давайте докажем другую сторону. Ну, в другую сторону тоже доказательство несложное. Достаточно заметить. Для доказательства в другую сторону достаточно заметить следующее. то у нас модуль X от T минус X от 0 меньше или равен, чем модуль R от T минус R от 0. То есть у нас, соответственно, длина вектора, она больше или равна для не каждой компоненты. Ну, гибраически это все вот из этой формулы следует, да, потому что вот это больше или равно чем там X минус X от 0, да? Ну, во всяком случае, можно вот так вот написать неравенство. Что у нас подкормим еще есть какие-то два неотрицательных слагаемых, если мы их уберем, мы только уменьшим полем. Так, а это у нас равно модуль X от T минус X от 0. Ну, и таким образом мы, соответственно, получаем, что вот это стремится к нулю. Ну, понятно, что модуль X от T минус X от 0, он больше или равен нуля, и мы его ограничили сверху чем-то стремящимся к нулю. Ну, значит, модуль X от T минус X от 0 стремится к нулю по теореме о двух милиционерах. Ну, понятно, что если модуль X от T минус X от 0 стремится к нулю, то уже там и свойства числовых функций отсюда следует, что предел при T стремящемся к T0, X от T равен для Y и Z аналогично. Так, то есть для X мы доказали, что вот X от T минус X от 0 по модулю стремится к нулю, значит, X от T стремится к X от 0, но аналогично для Y и Z. Ну, и таким образом мы действительно получили, что у нас есть такая вот эквивалентность. То, что вектор функции к чему-то стремится, эквивалентно к тому, что по соответствующим координатам у нас соответствующий предел. Так, какие-то вопросы есть? Или пока все понятно? Если пока все понятно, давайте тогда двигаться дальше и докажем свойства пределов, связанные с арифметическими операциями. Ну, какие у нас, кстати, есть арифметические операции для векторов? Если там для числовых функций были арифметические операции, какие-то сложения, вычитания, умножения, деления, то для векторов у нас уже умножения, уже деления нет, есть сложения, а умножения, умножения бывают разные. Ну, во-первых, вектора можно как перемножить, скалярный или векторный? Ну, отсюда там и для смешанного произведения, кстати, будет следовать выполнение свойств, потому что смешанное оно выражается выражается через скалярный векторный. А также можно еще умножить функцию на вектор. Ну, вот это свойство тоже у нас будет. Ну, давайте теперь я сформулирую и докажу следующую теорему. Пусть у нас существует пределы при Т, стремящемся к Т0, Р1, РТ, пределы при Т, стремящемся к Т0, Р2, РТ, и предел при Т, стремящемся к Т0, какой-то числовой функции ФАТ. Причем у числовой функции предел конечен. тогда существует следующий предел. Предел при Т, стремящемся к Т0, Р1, РТ, плюс-минус Р2, РТ, равен, соответственно, пределу при Т, стремящемся к Т0, Р1, РТ, плюс предел при Т, стремящемся к Т0, Р2, РТ. Также для произведения, причем произведения какие есть? Есть произведение функции на вектор. Понятно, что такую операцию можно рассмотреть, да? Потому что при каждом Т, фактически, что у нас здесь у нас вектор умножается на число. Правильно? Поэтому это корректная операция. И, соответственно, это у нас будет вектор, и, соответственно, каждому Т ставится соответствие вектор, значит, это у нас вектор функции. И, соответственно, это вектор функции имеет предел точки Т0, равный произведению пределов числовой функции и вектор функции. И для произведения. Здесь, соответственно, у нас, ну, получается, что в итоге функция числовая, да? То есть каждому Т поставлено в соответствие число, потому что скалярное произведение второго – это число. И, соответственно, предел скалярного произведения равен произведению пределов. И для векторного произведения тоже. Здесь, соответственно, у нас, ну, здесь можно скобки поставить, да, еще. Ну, иногда, соответственно, если просто перемножает скалярный вектор, раскопки не ставит, вот, грамот не так, да? Вот, это вектор, это вектор, да? И, соответственно, здесь будет произведение векторов скалярного. Ну, а предел векторного произведения, он равен, соответственно, произведению пределов вектор функции. Ну, давайте еще пятое свойство. Тоже иногда, но может использоваться. То предел длины равен, соответственно, длине предела. Все, вот, справедливы такие свойства. Ну, как их можно доказывать? Здесь, на самом деле, два способа. Первый способ – можно вот прям по координатам разобраться, что у нас здесь получается, и сослаться на, ну, соответственно, теорему для числовых функций. Ну, второй способ, который мы, наверное, сейчас все-таки будем использовать и докажем некоторые из этих свойств, он, соответственно, заключается в том, чтобы сразу для вектор функции доказывать. Ну, вообще говоря, большинство доказательств для вектор функции, они аналогичны доказательствам соответствующих теорем для числовых функций. Ну, давайте некоторые докажем. Ну, давайте начнем, например, со свойства 1. Как доказывается первое свойство. Ну, давайте для удобства обозначим вот этот предел за r1, 0, этот предел за r2, 0. Так нам будет удобнее. Ну, фактически, что нам нужно доказать в первом? Нам нужно доказать, что r1, 0, плюс r2, 0, минус r1, 0, минус r2, 0, то модуль. Такой разности он стремится к нулю. Ну, каким образом это можем доказать? Давайте сгруппируем то, что соответствует первому, первый вектор функции, то, что соответствует второй вектор функции, и воспользуемся неравенством треугольника. Неравенством треугольника мы, конечно, будем часто пользоваться. Ну, из аналитической геометрии вы знаете, знаете, что вот у нас длина суммы векторов меньше или равна сумме длины. Этим свойством мы, конечно, с вами будем пользоваться. Ну, это еще из школы известно, это неравенство треугольника, да? Ну, соответственно, если у нас нет коллинеарности, то неравенство будет строгим. Ну, а если есть коллинеарность, то возможно, что неравенство обратится в равенство. Ну, и, соответственно, здесь что мы получим? Сила неравенства треугольника у нас получится, что это меньше или равно r1 от t минус r1 0 плюс r2 от t минус r2 0. Ну, а теперь у нас же r1 от t стремится к r1 0, r2 от t стремится к r2 0. Ну, таким образом мы получаем, что у нас каждая из этих слагаемых стремится к 0. Ну, значит, и сумма стремится к 0. Ну, а у нас модуль-то он больше или равен 0 и ограничен вверху чем-то стремящимся к 0. Ну, значит, сам модуль тоже будет стремиться к 0. Ну, и таким образом мы, соответственно, первое свойство доказали. Понятно? Да. r1 от t минус r2 0, соответственно, значение предела. Да, это значение предела. Какое число? Ну, давайте докажем. Например, четвертое. Все уж свойства я не буду доказывать. На самом деле, свойства 2, 3, 4, они доказываются почти аналогично. Это во всех них там произведения. При доказательстве всех этих свойств у нас линейность произведения будет использоваться. Вот ограничимся доказательством четвертого свойства. То есть, почему у нас предел векторного произведения равен векторному произведению предела? Ну, давайте докажем, соответственно, это свойство. Ну, вот как для пределов... Как мы даже пределы... Свойства пределов последовательности доказывали? Очень часто мы все сводили к бесконечно малым последователям. Ну, вот здесь тоже это удобно. Свести все к бесконечно малым вектор функции. То есть, давайте мы из r1 от t вычтем r1 0, обозначим это за, допустим, альфа от t. Понятно, что альфа от t у нас стремится к 0, при t стремящемся к 0. Ну, потому что у нас r1 t стремится к r1 0, ну, а разность векторов у нас, соответственно, предел разности равен разности предела. Ну, вот мы, кстати, первые свойства тут доказывали только для суммы. Понятно, что вот для разности то же самое. Я вот все-таки эту теорему выборочно доказываю. Соответственно, аналогично для второй вектор функции. Ну, давайте теперь докажем, что у нас разность r1 от t вектор на r2 от t минус r1 0 на r2 0 примется к 0. Ну, соответственно, r1 от t у нас чему равно? У нас это равно r1 0 плюс альфа от t. r2 от t равно r2 0 плюс бета от t. Отнять r1 0 на r2 0. Ну, дальше пользуемся линейностью векторного произведения. Ну, грубо говоря, тем, что можно скобки раскрыть. И, соответственно, получим, что вот это векторное произведение, оно представляется в виде суммы четырех слагаемых. Причем одно из них вот такое. r1 0 на r2 0. Соответственно, одно слагаемое уйдет. И что у нас останется? У нас останется r1 0 на бета от t прибавить альфа от t на r2 0 и прибавить альфа от t на бета. Ну, и нам нужно доказать, что эта сумма стремится к нулю. Наша цель доказать, что вот этот вектор стремится, этот вектор пункции имеет такой предел. Ну, фактически, это значит, что надо доказать, что вот эта разность, она стремится к нулю. Но для этого достаточно показать, что все вот эти слагаемые стремятся к нулевому вектору. Ну, вот почему это так? Почему, например, вот эта слагаемость первая стремится к нулевому вектору? Давайте докажем. Ну, понятно, что для этого надо доказать, что модуль разности этого вектора и нуля стремится к нулю. Ну, фактически, это значит, что надо доказать, что просто модуль этого вектора, он стремится к нулю. Но почему это так? У нас же здесь векторное произведение из курса аналитической геометрии вы знаете, что длина векторного произведения она меньше или равна произведению длин векторов. Ну, потому что длина векторного произведения равна произведению длин на синус угла между ними, а синус меньше или равен единице. Поэтому вот так. Ну а дальше что у нас? Это у нас просто число, а ведь βat у нас стремится к нулю, значит длина вектора βat стремится к нулю. Ну и таким образом мы получаем, что у нас модуль r1at на модуль βat стремится к нулю. Ну а это модуль больше или равен нуля, да? Ну опять же получается, что вот это у нас стремится к нулю, число 0, да, вот этот модуль. Но соответственно рассмотрены разности вот этих двух векторов. Стремится к нулю, то отсюда следует, что ради 0 βat стремится к нулевому вектору. Вот это у нас стремится к нулевому вектору, аналогично вот это слагаемое стремится к нулевому вектору. А третий тем более стремится к нулевому вектору, потому что он векторное произведение двух векторов функций, которые стремятся к нулю. Можно написать оценку. Каждое стремится к нулю, значит, произведение тоже стремится к нулю. Ну и значит, получается, что этот вектор стремится к нулевому. Ну и таким образом у нас здесь сумма трех векторов, каждая из них стремится к нулевому. Значит, сумма будет стремиться к нулевому вектору. Ну и отсюда мы, соответственно, получаем, что у нас R1 от T минус R2 от T стремится к R1 от T на R2. Понятны доказательства данного свойства? Так, нет вопросов, да? Вот свойства 2,3, понятно, что они доказываются аналогичными. Ну вот, в четвертом у нас векторное произведение, в третьем было скалярное, во втором произведение функции на числовой на вектор функций. Понятно, что вот, в принципе, мы вот все вот эти рассуждения, все вот эти две строчки можем написать и для произведения скалярного, и для произведения функции, числовой на вектор функций. Опять же, там линейность будет. Ну вот, единственное отличие, что, конечно, вот здесь будет оценка. Оценку надо написать, но она также пишется, да? То есть, для скалярного произведения тоже у нас. Скалярное произведение меньше или равно произведению длины. Произведение функции на модуль, точнее, длина произведения числовой функции на вектор функции равна там. Модуль произведения модулей числовой функции и, соответственно, модуля, то есть длины вектор функции. Поэтому 2,3 доказывается аналогично. Давайте еще докажем пятое свойство, что вот так будет. Ну вот как пятое свойство доказать? Ну вот пятое свойство можно доказать следующим образом. Нам фактически что надо доказать? Что вот у нас r1 от t, модуль r1 от t минус модуль r1 от 0, стремится к 0, да? Ну вот на самом деле справедливо вот такое неравенство. То модуль разности модулей меньше или равен модулю разности векторов. Возможно, со школы вам даже это знакомо. В колледже, наверное, была теорема, что у нас, если есть треугольник, то разность длин двух сторон, она всегда меньше трети. Ну давайте я поясню, откуда вот это неравенство берется. Пусть у нас есть вектор а, есть вектор b. Соответственно, давайте рассмотрим вектор а минус b. Так, и вот почему, соответственно, у нас вот так вот справедливо? Вот, нам же вот это нужно, да? Нам нужно вот такое неравенство, да? Ну это является следствием неравенства треугольника. Ну, потому что у нас а, соответственно, прибавить модуль а, прибавить модуль а минус b. Встреча выдала, да? Сейчас нормально, все, да? Так, сейчас меня слышно? Так, по-моему, не слышно, да, не меня? Сильно тут не повернуть, конечно. Да, слышно меня? Да, я не слышу. Технические неполадки были. Ну, соответственно, почему вот это так? Из школы, наверное, вы знаете, что, соответственно, разность длины двух сторон треугольника, она меньше или равна длины третьей стороны. Ну, вот это прямое следствие неравенства треугольника, что вот у нас... Ну, вот так, ну, потому что вот у нас... Да, ну, вот так еще и потому, что, например, если мы рассмотрим вектора а и b минус а, то сумма этих векторов у нас равна b, правильно? Ну, и поэтому сумма их длин, соответственно, больше или равна длине вектора b. А длина вектора b минус а, а минус b, она, соответственно, одинаковая. Ну, вот просто неравенство треугольника написали. Ну, а отсюда что мы, соответственно, получаем? Что вот у нас модуль вектора а минус b больше или равен модуле вектора b минус модуль вектора а. Такое неравенство есть. И понятно, что то же самое мы можем написать вот эти вектора а и b переставив. Ну, и, соответственно, мы получаем, что модуль вектора а минус b, соответственно, у нас больше или равен чем модуль b минус модуль а и чем модуль а минус модуль b. Ну, и таким образом у нас есть и такие вот неравенства. Ну, и, значит, вот у нас такое неравенство справедливое. Ну, а теперь мы что доказываем? Мы в пятом свойстве доказываем, что у нас, если вектор функция имеет, соответственно, какой-то предел, то предел длины вектор функции равна длине предела. Ну, вот, что если r1t стремится к r1,0, то модуль, или там длина r1t стремится к длине вектора r1,0. Ну, вот у нас такое неравенство есть. Мы сейчас только что показали, да, его? Ну, соответственно, у нас этот вектор стремится к нулю, значит, длина вектора стремится к нулю. Ну, отсюда следует, что вот этот модуль тоже стремится к нулю. Ну, откуда у нас модуль вектор r1t стремится к модуль вектор r1,0. И таким образом мы свойство 5 тоже доказали. Так, есть вопросы по доказательству 5? Соответственно, сейчас мы говорили о пределах векторных функций. Ну, понятно, что можно и про односторонние пределы векторных функций тоже говорить. Пусть у нас вектор функция r определена в некоторой правой проколотой дельта 0 окрестности. в точке r,0. Тогда вектор r,0 называется пределом функции r в точке r,0. И если у нас предел при t стремящемся к t,0 плюс 0, r от t минус r,0. Редел модуля разности r,0 равен 0. Обозначение типичное. r,0. Что r,0. В данном случае обозначается как предел про t стремящемся к r,0. r,0, как t,0 плюс 0, r от t. Ну, либо второе обозначение, что r,0 равен r от t,0 плюс 0. Ну, так же, как для функций, у нас было два обозначения для односторонних пределов. Так же и для вектор функции два обозначения. Ну, соответственно, аналогично пределу. Вектор функции у нас, соответственно, то, что r от t, при t стремящемся к t,0 стремится к вектору. r от t пусть у нас равно x от t, y от t, z от t, как обычно. Что то, что при t стремящемся к t,0 плюс 0, r от t у нас стремится к вектору x,0, y,0, z,0. Это у нас, опять же, эквивалентно тому, что x от t стремится к x,0 при t стремящемся к t,0 плюс 0. y от t стремится к y,0 при t стремящемся к t,0 плюс 0. z от t стремится к z,0 при t стремящемся к t,0 плюс 0. То есть, опять же, существование одностороннего предела вектор функции эквивалентно существованию односторонних пределов функций координат. ну и, соответственно, аналогично справедливые свойства 1,5. То есть, те свойства, которые вот здесь были для пределов вектор функций, они имеют место и для односторонних пределов. Ну, тут я писал только про правое пределы, про предел справа. Ну, соответственно, аналогично определяется предел слева. и он обладает теми же свойствами. Ну, то есть, предел слева, он вот этим свойством обладает, что существование предела слева вектор функций эквивалентно существованию предела слева в координатных функций, и по-прежнему выполняется свойство 1,5. Ну, доказывается все это полностью аналогично. Вот эта вот часть про свойства 1,5 и про вот эту эквивалентность, она доказывается полностью аналогично обычному пределу вектор функций. Только, соответственно, везде у нас пишется вместо обычного предела одностороннего предела. Давайте продолжим. Вопросы появились какие-то за время перерыва? Так, ну, если вопросов нет, то давайте теперь введем понятие непрерывности вектор функций. Но опять же, что значит, что вектор функций непрерывный? Что в статве четочки предел равен значению. То есть все то же самое, как для числовых функций. Пусть вектор функций определена в некоторой... Ну, здесь уже так же, как и для числовых функций в некоторой окрестности точки Т0 не проколоты. Вот полной окрестности в самой точке Т0 вектор функций тоже должна быть определена. Тогда она называется непрерывной точкой Т0. Если предел при Т, применящемся к Т0, R от Т равен R от Т0. Ну, то есть такое же определение, как для, соответственно, непрерывности числовой функции. Ну, соответственно, опять же, в силу того, что мы говорили ранее, у нас, соответственно, R от Т непрерывно в точке Т0, функция R непрерывно в точке Т0, тогда и только тогда, когда предел при Т, стремящемся к Т0, X от T, стремится к X0, предел при Т, стремящемся к Т0, Y, равно X от T0, предел при Т, стремящемся к Т0, Y от T равен Y от T0, и предел dt, стремящийся к t0, z от t равен z от t0. То есть понятно, что у нас вектор функции непрерывно в точке t0 тогда и только тогда, когда у нас вот эти числовые функции x, y, z, они непрерывны в точке t0. Ну, потому что непрерывность вектор функции означает, что вот у нас у r от t в точке t0 вот такой вот предел, x от t0, y от t0, z от t0, да, вот такой вот вектор. Значит, как мы показывали для числовых, как мы говорили, что у нас предел вот равен какому-то вектору, тогда и только тогда, когда компоненты вектора имеют соответствующий предел. То есть, соответственно, x от t, тремится к x от t0, y от t к y от t0, z от t, z от t0. То есть, соответственно, мы получили следующее. Ну, а понятно, что это фактически означает непрерывность функции x, y, z в точке t0. Для непрерывности, конечно, справедлива теорема, которая является следствием теоремы для пределов, то если вектор функции r1, r2 и числовая функция f непрерывно точки t0, то, соответственно, функция, вектор функции r1 плюс-минус r2, сколярное произведение f на r1, сколярное произведение вектор функции r1 плюс-минус r2, векторное произведение, и, соответственно, модуль, вот эти вот функции, они непрерывно точки t0. Ну, вот я здесь написал, соответственно, функции в скобках вектор функции, потому что вот из этих пяти функций есть и те, и другие. Соответственно, вот из этих вот пяти функций, третья и пятая, это у нас фактически, это будет числовая функция, правильно? И с r1, r2 вектор функции тот. И сколярное произведение это числовая функция, модуль числовая функция. Ну, вот функция 1, 2, 4, это вектор функции. Ну, и, соответственно, доказательства следуют из теоремы о свойстве предела вектор функции. Ну, то есть, что нам фактически надо показать? Ну, что предел, да. Нам известно, что предел суммы равен сумме предела, да? Это мы доказали. Ну, а теперь, соответственно, у нас надо показать, что вот раз непрерывность, это что значит? Что предел суммы равен, соответственно, сумме векторов точки Т0. Так? Но, соответственно, чему равен предел суммы? Предел суммы равен сумме пределов, в силу свойства, которое было. Ну, а в силу непрерывности каждый из этих пределов он равен значению в точке Т0. Поэтому эта теорема следует вот из той теоремы, которая была. Ну, и следствие, конечно, делается так же, как для обычных числовых функций. Ну, еще можно отметить, что аналогично определяется одностороннее. непрерывность вектор функции. Ну, соответственно, вектор функции непрерывно справа. Если у нас значение точки Т0 равно пределу справа, вектор функции непрерывно слева, если значение Т0 у нас равно пределу слева, и для помимо этого, конечно, для односторонней непрерывности у нас справедливо то, что написано выше. это справедливо, и, соответственно, теорема тоже справедлива, да? Только везде пределы у нас односторонние. Соответственно, сумма двух непрерывных справа функций, скажем, будет непрерывной справа. Ну, и другие свойства из теоремы. Вот это тоже свойство выполняется, да? То есть, у нас вектор функции непрерывно справа в какой-то точке, тогда и только тогда, когда координатная функция непрерывно справа в этой точке. Так, вопросы какие-то есть? Если вопросов нет, то давайте тогда двигаться дальше, и перейдем теперь в производный вектор функции. Ну, опять же, определение такое же, как для производной, аналогичное определение для производной числовой функции. Пусть у нас вектор функции R определена в некоторой дельта 0 окрестности точки T0, тогда производный вектор функции к точке T0 называется следующий предел. Если он существует. вот, раньше мы писали существует и конечен и числовых функций, но для вектора функции мы никакие бесконечные пределы не определяем, у нас только конечные пределы определены, ну и поэтому здесь просто написано существует. и соответственно предел производный вектор функции в точке T0 называется следующим пределом. Предел при дельта T стремящемся к нулю R от T0 плюс дельта T минус R T0 делить на дельта T. Это определение производной. Ну понятно, что о таком пределе мы говорить можем, потому что у нас вектор функции R определена в некоторой дельта 0 окрестности точки T0, ну значит вот при дельта T меньшем дельта 0 у нас R от T0 плюс дельта T определено. Так? Поэтому та функция, которая стоит под пределом, она соответственно определена. Ну и если такой вот предел существует, то он называется производной вектор функции. Ну про геометрический смысл мы поговорим завтра на завтрашней лекции. Ну вот могу вкратце все-таки сказать, то геометрический смысл такой, что вот допустим мы будем рассматривать кривую, что это такое, тоже строго определим завт. Вот пусть у нас есть начало координат, и от него откладывается вектор R от T. Ну тогда понятно, что какая-то там линия будет, да? Линия будет пространстве. И вот оказывается, что геометрический смысл производный вектор функции это соответственно направляющий вектор касательно к этой кривой. Ну вот об этом подробнее будет сказано уже на следующей лекции, когда мы будем кривые обсуждать, а сегодня мы пока просто говорим о вектор функции. Ну соответственно такое определение. Ну давайте опять же поймем как оно в координатном виде записывается. Ну как обычно у нас пусть R от T это вектор X от T Y от T Z от T но тогда соответственно как можно этот вектор расписать. у него какие компоненты если мы вот сюда подставим вместо R X от T Y от T и Z от T ну соответственно первая компонента будет X от T минус X от T 0 на дельта T вторая компонента будет Y от T минус Y от T 0 на дельта T третья компонента она равна Z от T минус сейчас как-то давайте лучше здесь координата была T плюс T 0 соответственно будем писать X от T 0 плюс дельта T здесь соответственно Y от T 0 плюс дельта T здесь Z от T 0 плюс дельта T делить на дельта T в координатном виде вот мы это получим ну а дальше вообще говоря предел равен соответственно к чему предел вектор функции как мы обсуждали он равен к чему его координаты равны пределу координатных функций значит предел можно вот сюда перенести под координатные функции ну а это соответственно равно чему такой предел равен X штрих точке T 0 предел второй координаты равен Y штрих точке T 0 предел третьей координаты равен Z штрих точке T ну и соответственно мы сейчас получаем что 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 у нас праведлива следующая формула чтобы найти производную произвольной точке вектор функций соответственно нужно найти производную каждой компоненты то есть справедлива вот такая вот формула причем эта формула справедлива в том смысле что вот у нас правая и левая часть существует одновременно то есть вообще говоря понятно что мы здесь пишем какой-то предел его может и не существовать зависит все зависит от того какая у нас вектор функций для некоторых функций такой предел существует для некоторых нет ну вот на самом деле вот существование правой и левой части эквивалентно но здесь в точке T0 мы это проверили то есть понятно что существование такого предела эквивалентно вот такому но здесь мы просто переписали то что стоит под пределом дальше мы доказывали что у нас пределы можно вот сюда перенести что предел вектор функции если он существует то соответственно он равен чему он равен его координаты предела равные пределам координатной функции причем там теорема была в две стороны если это существует то такие существуют если такие существуют пределы то такое существует ну а дальше понятно что здесь просто у нас производная стоит координатная функция но таким образом мы действительно вот это доказали и попутно доказали что вот равенство у нас в смысле существования то есть что у нас правая и левая часть она определена одновременно понятно это есть вопросы по вот этому определению вот геометрический смысл опять же вот завтра обсудим но на самом деле понятно что то у нас грубо говоря такое вот r от t0 минус там r от t0 плюс дельта t это вот такой вот вектор и мы такой вектор делим на число понятно что предел секущих он действительно у нас будет касатель вот более аккуратно этот геометрический смысл мы все-таки обсудим завтра строгое определение касательное дадим вначале так нет вопросов пока ну давайте тогда двигаться дальше дадим еще определение дифференцировимости вектор функции но она опять же будет эквивалентно определению дифференцировомости числовой функции точнее аналогично, не эквивалентно, аналогично. Оно будет аналогично определение дифференцированности числовой функции. Пусть у нас вектор функции R определена некоторой окрестностей точки T0, тогда она называется дифференцируемой точки T0, если существует вектор A такой, что при модуле ΔT меньше, чем Δ0, у нас R от T0 плюс ΔT минус R от T0. Ну вот это условие фактически что означает, что модуль ΔT меньше, чем он тут ΔT0? Это условие, оно обозначает, что вот у нас функция R определена в точке T0 плюс ΔT. Так и пишет, это равно A на ΔT прибавить ε от ΔT на ΔT, где ε от ΔT стремится к нулевому вектору при ΔT стремящемся к нулю. Ну то есть определение, опять же, полностью эквивалентно определению дифференцированности числовой функции. То есть что у нас? Приращение вектор функции можно представить в виде произведения какого-то вектора на приращение аргумента плюс Омала. Ну вот, давайте даже я строго Омала не определять. Ну вот раньше что было такое Омала? Омала, соответственно, была функция, ну Омала от ΔT, что это было такое? Ну это была функция, которая стремится к нулю быстрее, чем ΔT. То есть функция, которая представима в виде произведения какой-то функции, стремящейся к нулю на ΔT. Ну вот здесь то же самое, только вот понятно, что так как мы работаем с вектор функциями, то вот у нас к нулю уже будет стремиться вектор функции, что вот у нас здесь будет вектор функции ΔT. Ну, соответственно, такое определение дифференцированности. Я думаю, мы не будем доказывать, что у нас аналогично числовым функциям справедливо следующее, что функция R дифференцируема в точке T0 тогда и только тогда, когда существует производная в точке T0. И при этом A у нас равно R штрих в точке T0. Ну вот буквально берете вот соответствующую теорему, вот как доказать? Берете вот соответствующую теорему для числовой функции, которую мы там доказывали примерно месяц назад, и вот везде над функциями, там над пределом ставится стрелочка. И тогда, грубо говоря, получится вот это доказательство. То есть доказательство полностью аналогично, только вот везде у нас функция не числовая, а вектор функции. Поэтому это доказательство я повторять не буду. Ну опять же, здесь определение дифференцированности мы дали. Можно дать и определение дифференциала вектор пункции. Ну что такое дифференциал вектор пункции? Что? Если вектор функция r дифференцируема в точке п0, то ее дифференциалом называется называется следующее линейная функция аргумента delta t. Ну, мы еще дифференциалом независимого переменного, как вы здесь помните, считаем вот в превращении аргумента называем дифференциалом независимого аргумента. Так? Независимой переменной. И вот используем следующее обозначение для независимой переменной, что delta t равно dt. А дифференциал, соответственно, вектор функции в точке t0 это производная в точке t0 на delta t, где минус бесконечность у нас где у нас delta t dt от минус бесконечности до плюс бесконечности. грубо говоря, дифференциал это вот эта вот часть. Вот у нас здесь стоит дифференциал вектор функции в точке t0. Ну, вот, зачем его рассматривать, что тогда, когда у нас delta t мало, у нас второе вспомогаемое мало, и превращение функции, в данном случае вектор функции, оно примерно равно дифференциалу. Ну, при больших dt это уже не так, но, тем не менее, мы все-таки дифференциал можем при всех dt определять, и дифференциал это линейная часть превращения. Ну, и вообще говоря, дифференциал это функция аргумента dt. Здесь все так же, как для числовых функций. Ну, давайте еще одну теорему сформулируем. Доказать это опять же будет такое же, как для числовых функций, что если вектор функции дифференцируема в точке t0, то она непрерывных точек примутим. Опять же, как для числовых функций. понятно, даже устно могу доказать, сказать, что если вектор функции дифференцируем, значит, в таком виде представима. Устремляем Δt к 0. Первое слагаемое к 0 стремит, второе тоже, потому что Δt стремится к 0, и ε стремится к 0, значит, правая часть стремится к 0, ну и значит, r от t0 плюс Δt минус r от t0 стремится к 0. Но отсюда следует, что r от t0 плюс Δt стремится к r от t0 при Δt, стремящемся к 0. Ну и соответственно все получается. Ну вот можно еще добавить, что аналогично определяется односторонним производным. Тоже это иногда может быть полезно, то есть соответственно односторонняя производная. Ну вот если у нас здесь была аналогично вот эта. Так? И аналогично случаем числовых функций. Если мы Δt стремим к 0 с одной стороны, справа или слева, то получим одностороннюю производную. Тоже эти объекты иногда нам будут нужны. Ну и конечно для односторонних производных, для односторонних пределов вектор функций справедливы свойства, что ну для пределов скажем, что существует предел в точке тогда и только тогда, когда существует предел справа, предел слева, они равны. Для производных соответственно существует производная в точке, тогда и только тогда, когда существует производная справа и слева, они равны. Понятно, что все это доказывается аналогично с соответствующим теоремам для слабых функций. Давайте теперь докажем еще одну теорему. Теорему о, соответственно, арифметических операциях, связанных с производным. О производной сумме, сумме разности и произведения. Производной частного, конечно, нет. Частного векторов мы не определяем. Но произведение можем определить. Ну и опять же у нас будут разные произведения. Скалярное, векторное. И произведение числовой функции на вектор. И, соответственно, теорема. Пусть существуют производные вектор функции. R1 и R2 и числовой функции. точки T0. Укадает числовой функции F в точке T0. Но когда я это пишу, я, конечно, уже подразумеваю, что вектор функции R1, R2 и, соответственно, функции F, они определены в некоторой окрестности точки T0. Потому что о производных мы говорим только тогда, когда функции у нас в некоторой окрестности определены. Ну вот в этом случае у нас существует, соответственно, производная. Тогда существует в точке T0. производная стома. Соответственно, разности. Производное произведение. Такого произведения, во-первых, когда мы скалярную функцию умножаем на вектор функции. И это производная равна F' на R1 плюс F на R1' штрих. Производная скалярного произведения. И, соответственно, производная векторного произведения. Ну и она равна, соответственно, R1' на R2' плюс R1' на R2' Ну то есть, опять же, производное произведение любого из этих трех у нас чему равна? Производная первой функции на вторую плюс первая функция на производного втампе. Ну, понятно, что вот когда векторное произведение, здесь порядок нельзя менять. То есть, у нас вот понятно, что всегда вначале идет R1, потом R2. То есть, когда там числовая функция была, мы там могли в любом порядке писать, да? Для вектор функции понятно, что порядок тот же самый, потому что переставлять не будет. Давайте докажем, и ограничимся доказательством четвертого свойства. Ну, потому что первые три, в общем-то, доказываются в какой-то степени аналогично четвертому. Ну и на самом деле даже четвертое свойство, оно доказывается аналогично соответствующему свойству для производной числовой функции. То есть, буквально вот доказательство у нас будет дословно повторять доказательство для числовой функции. Ну, давайте что сделаем? Давайте R1 от P0 плюс дельта T минус R1 от P0 обозначим через дельта R1 Ну, тогда дельта R1 на DT при DT стремящемся к нулю у нас, соответственно, будет стремиться P' в точке T0 Правильно? Ну, вот это у нас числитель производный Так, если мы его поделим на DT то в пределе только единиц будет R1 в точке T0 Ну и давайте аналогично там R2 в точке T0 плюс дельта T минус R2 T0 обозначим как дельта R2 Ну и тогда соответственно дельта R2 на DT будет стремиться R2 в точке T0 Ну и давайте тогда рассмотрим соответственно вот то, что стоит производный то есть производный на что стоит R1 T0 плюс дельта T вектор на R2 T0 плюс дельта T минус R1 в точке T0 на R2 в точке T0 вектор на DT Ну соответственно у нас R1 в точке T0 плюс дельта T у нас чему равно R1 в точке T0 плюс дельта R1 R2 в точке T0 плюс дельта R2 минус R1 в точке T0 на R2 в точке T0 Раскроем векторное произведение Воспользуемся линейным дельта T Воспользуемся линейностью векторного произведения понятно что можем раскрыть его там будет 4 слагаемых и вот одно из них уйдет вот с этим будет совпадать ну и что у нас тогда останется и давайте так сделаем что вот сразу на дельта T будем делить то слагаемое в котором есть дельта ну и тогда что у нас получится вот здесь у нас останется R1 в точке T0 на дельта R2 на DT так вот это это дальше соответственно у нас останется влагаемое вот такое дельта R1 на DT на R2 в точке T0 и вот еще слагаемое где дельта R1 на дельта R2 вектор но на DT можно любое поделить первое и второе ну вот так получится у нас в итоге ну тогда давайте мы дельта T устремим к нулю и что будет когда мы устремляем дельта T к нулю у нас соответственно дельта R2 на DT будет стремиться к R2 штрих в точке T0 но дальше у нас есть свойства что про предел скалярного произведения что про предел векторного произведения что предел векторного произведения равен векторного произведения пределов соответственно получится что то все у нас будет стремиться к R1 в точке T0 на R2' в точке T0. Это у нас, соответственно, стремится к R1' в точке T0. Значит, эта слагаемая будет стремиться вот к такому, да? R1' в точке T0 на R2' в точке T0. Ну, а здесь у нас R1 на ΔT стремится вот к какому-то вектору, вот к этому, да? Р1' в точке T0. Ну, а ΔT R2 у нас стремится к нулю, так? В силу непрерывности. То есть у нас из дифференцируемости следует непрерывность. У нас функция R2 в точке T0 имеет производную, значит, в точке T0 она дифференцируема, значит, в точке T0 она непрерывная. А раз в точке T0 она непрерывна, то, соответственно, у нас ΔR2 будет стремиться к нулю. Ну и, соответственно, последнее вот произведение, оно к нулю будет тогда стремиться. Потому что первый вектор стремится к R1', второй к нулю, произведение будет стремиться к произведению вот этих двух векторов. Ну и тогда что мы получаем? Мы получаем, что при ΔT, стремящемся к нулю, вот, третья слагаемая стремится к нулю. Первая стремится к R1 в точке T0 на R2' в точке T0. Вторая стремится к R1 3 в точке T0 на R2 в точке T0. Ну и таким образом мы четвертое доказали. Так, есть какие-то вопросы по доказательствам? Ну вот опять же, фактически, вот то, что здесь проделано, это вот полностью повторяет доказательства для числовых функций. То есть для числовых мы вот то же самое описываем. То есть если вот стрелочки убрать, грубо говоря, то вот будет то доказательство, которое было для числовых функций. Честно говоря, первое, второе, можно ли доказать через координаты, через соответствующие свойства числовых функций? Да, то есть на самом деле, даже вот и до последнего можно аккуратно там все расписать. Да, то есть вот кроме этого все свойства можно доказывать по координатам. Ну, скажем, что значит доказывать по координатам? Ну, соответственно, первое свойство у нас, что здесь стоит? Это у нас стоит x1 на t плюс x2 на t, y1 на t плюс y2 на t, z1 на t плюс z2 на t. Правильно? То есть вот другое доказательство, по координатам, допустим, первое свойство, оно в чем заключается? Ну, соответственно, давайте посмотрим такую производную. Если такая производная существует, да, то она, соответственно, равна... Вот так у нас. Так? Ну, а такая производная в точке... Ну, при t равном t0. Ну, а такая производная, она существует, да? Ну, потому что у нас, соответственно, эта производная, она равна x1' в точке t0 плюс x2' в точке t0, как производная сумма, потому что для обычных функций это справедливо. То есть вот второе доказательство. Можно все свести к координатам, доказать по координатам. Ну, либо первое, можно, конечно, было сразу вот некоторым доказать. В принципе, даже и четвертое свойство тоже можно доказать по координатам, потому что если у нас есть векторное произведение, мы же все равно можем сказать, чему там равны координаты, правильно? Ну, скажем, первая компонента, она там чему равна? Там y1 на t на z2t минус там y2tz1 на t, правильно? То есть все равно у нас каждая компонента, вот векторное произведение, она выражается через координаты. Те координатные функции имеют производные. Соответственно, мы можем понять, чему там равна производная вот такой разности y1z2 минус y2z1. и, ну, расписать там ее как производное произведение, да? Ну, вначале как производная разность, а потом как производное произведение. И в итоге там увидеть, что вот то, что получится, это будет как раз вот это. Такой способ тоже есть. По координатам. Ну, либо сразу вот векторное. Ну, если векторное, то тогда доказательство аналогично тому, что вот было раньше. То есть есть два принципиально разных способа. Так же, кстати, как и для доказательства вот свойств пределов, непрерывности. Вот когда вот я здесь упоминал, когда вот мы доказывали вот эту вот теорему, здесь вообще говоря тоже два способа есть. Либо вот доказывать для вектор функции, фактически дословно повторяя доказательства, для соответствующих, для числовых. Ну, либо все сводить к координатам и говорить, что вот координатные функции, это числовые для них верно. Да, есть еще вопросы? Ну, как бы... Нет, ну, сейчас, почему? Производная есть. Производная — это вот такой вот вектор. Просто потом мы доказываем, что этот вектор равен такому вектору. Но понятно, что вот мы... Ну, вот будем так писать сюда и штрих. Так же и в этих формулах, например, вот тоже вот. Здесь у нас, вот в этой формуле, формальным никаких производных числовых функций нет. Здесь только производный вектор функций стоят. Вот не очень понял вопрос. Производный вектор функций есть, просто они вот хорошо сводятся к производным числовых. Ну, то есть, например, если взять в группу стоят 10 дней, то есть формула для производных векторов. Так, табличные производные? Да. Ну, нет, все-таки табличные только для числовых. Да, здесь вы правы. Соответственно, если в задании, там, кажется, есть у вас задачи, где надо производный вектор функций посчитать, то есть понятно, что производный вектор функций, она всегда вот вычисляется по вот этой вот формуле. По вот этой вот формуле. То есть, если надо производный вектор функций конкретно вычислить, то вот, как правило, действительно задаются координаты x, y, z. И, соответственно, вы вычисляете производные числа векций. И табличные формулы, они будут только... Табличных формул для вектор функций нет. Все, понял, спасибо. Ну, при обсуждении, там, теоретических вопросов мы, конечно, будем в основном вот так писать и к координатам там не прибегать, когда вот мы касательно будем говорить, там, скажем. Да, еще вопросы? Да. Ну, если вопросов нет, давайте тогда на сегодня закончим лекцию. И, соответственно, завтра продолжим заниматься вектор функциями. Все, до свидания. Все, до свидания.